Какие самые тяжелые и побочные эффекты могут быть при вакцинации, а это как раз группа рисков для коронавирусной инфекции. Я заместитель главного врача по медицинской части клиники КАПЛЮС-31 Запад. Самые распространенные симптомы во время вакцинации, я сам вакцинировался и эти симптомы чувствовал. Прежде всего, это покраснение и болезненность в месте укола вакцины. Второе, может быть повышение температуры до 37, а у некоторых и выше, конечно, что реже встречается. Некая слабость, головная боль, ломота в суставах. В принципе, это вот такие легкие симптомы, которые могут встречаться и при коронавирусной инфекции. Это не специфические симптомы, которые могут рассматриваться как симптомы, связанные с вакцинацией. И, в принципе, если смотреть на историю вакцинации, то многие вакцинации, например, против гриппа, которые достаточно активно используются в России и не только в России, а за рубежом, в принципе, имеют те же самые побочные эффекты. То есть, легкие симптомы проявления респираторного заболевания в виде ломоты, головной боли, других, скажем так, симптомов. И плюс еще покраснение в месте инъекции. Все эти явления быстро, как правило, оккупируются и не приносят таких серьезных последствий для организма. Какие самые тяжелые побочные эффекты могут быть при вакцинации? Это любые аллергические реакции, связанные с введением препаратов. То есть, аллергия на сами компоненты, которые могут быть достаточно серьезными. Почему после вакцинации требуется в течение где-то 30-40 минут выйти под наблюдением врача? Потому что, как правило, в этот момент и происходят все острые аллергические реакции, которые могут привести к достаточно серьезным последствиям. Все прекрасно знают, что такое анафилактический шок, который может привести к летальным последствиям. Но поверьте мне, что на любое лекарственное средство, на любую вакцину такие же побочные эффекты могут быть. Как расценивать это? Это является как раз нежелательным явлением. И в принципе, по большому счету, у любого препарата существуют не то, что побочные эффекты, а нежелательные явления, которые могут встречаться при введении того или иного лекарства. Если мы почитаем любую аннотацию к лекарственному средству, к вакцине, мы увидим огромное количество побочных эффектов. Они все зарегистрированы. Почему? Потому что даже у минимального количества людей 0,1%, 0,2% или вообще там один случай был, могли случиться такие симптомы. Поэтому я думаю, что не стоит бояться. Главное, мне кажется, еще вот такая вещь. Те люди, которые вакцинируются в Москве, всем, как правило, на госуслугах предлагают заполнить анкету. Вот вопрос в том, как мы это делаем, заполняем ли или нет. И вот как раз при проведении такое достаточно правильное и честное анкетирование, мы можем получить на самом деле хорошие сведения о том, как вакцина переносится, какие побочные эффекты есть и как часто это встречается. Про себя могу сказать следующим образом. У меня, я вакцинирован, у меня были симптомы в виде болезненности в области инъекций. И вот на следующие сутки, как правило, после вакцинации такая ломота в теле без повышения температуры, с чувством какого-то непонятного озноба и головной боли. Эти симптомы в течение суток прошли, и я вот себя чувствую хорошо и защищенно. Спасибо. После вакцинации появились такие достаточно серьезные симптомы, которые требуют обращения к врачу. Я могу их перечислить. Прежде всего, это если после вакцинации в течение нескольких дней появляется фибрильная лихорадка. То есть высокая – это больше 38. Когда появляются симптомы выраженной интоксикации, вот как раз симптомы, характерные для коронавирусной инфекции в виде жидкого стула, тошноты, рвоты. Если эти симптомы достаточно ярко выражены, то они, естественно, требуют обращения к врачу. Если такие симптомы есть, обращаться к врачу обязательно. В случае, скажем так, выраженных симптомов, нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью, и желательно это делать в том лечебном учреждении, где вас вакцинировали. Как правило, многих интересует, кому легче переноситься вакцины – молодежи, пожилым пациентам и так далее. В принципе, здесь достаточно логичный вопрос. У молодых людей иммунная система, она более, скажем так, сильная, мощная, и реакций на вакцинацию вполне возможно, вероятно, у них может быть больше. Пожилые пациенты переносят вакцинацию достаточно хорошо, а это как раз группа рисков для коронавирусной инфекции и плохого исхода этого заболевания. Почему это происходит? С моей точки зрения, очень просто объясните. У любого пожилого человека происходят инвулятивные изменения в вилочковой железе, которая отвечает за иммунную реакцию. Она у нас есть, и с возрастом она у нас, у детей она очень большая, и с возрастом она становится меньше и меньше. Иммунитет лимфоцитарной системы, гуморальный иммунитет, который вырабатывают, это несколько иной иммунитет, не как при бактериальных инфекциях. Поэтому у пожилых, в принципе, и ранее описывались симптомы, например, болезни более стертой клинической картины. Поэтому, мне кажется, здесь можно говорить о том, что они переносят легче, но вопрос в том, насколько выраженный иммунитет у них вырабатывается после вакцины. Таких исследований пока, к сожалению, нет. Мой отец, да, он, кстати, аллергик у меня, да, у него были там достаточно несколько заболеваний аллергических и тяжелые аллергические реакции. Я долго сомневался вакцинировать его или нет, ему 83 года. Единственное, что антигистаминные препараты он выпил перед вакцинацией и пошел, и провакцинировался, и пререагировал на это все очень достаточно хорошо. Бодрый, свежий, с мая до сих пор жив и неплохо себя чувствует, да. Поэтому он перенес вакцину хорошо. У меня ни одного человека после вакцинации из тех, кого я знаю, не умерло. А вот тех, которые переболели ковидом, поверьте мне, у меня много есть, которые умерли. В настоящий момент вопрос, когда нужно ревакцинироваться, полгода, это достаточно серьезный срок. Я думаю, что у каждого человека это индивидуально. Если говорить о международном сообществе, они сейчас постарались немножко затормозить ревакцинацию для того, чтобы вакцинировать всех. Наша задача сначала вакцинировать всех, а потом ревакцинироваться, те, кто уже вакцинировался впервые. Почему? Потому что на всех, к сожалению, сейчас в мире вакцины не хватает. Это прежде всего. Через полгода можно, в принципе, проверить антитела коммуноглогулину. Если титр антител низкий и уже практически минимальный, то, конечно, ревакцинироваться стоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова